Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Вопрос 1038, третий том. Открытым оком называется книга, третий том. Ты можешь даже показать хотя бы, чтобы увидели. Знаешь, поднились, открой там третий том, вон там, покажи. Стул поставь. Вон они там эти, мягкий переплет. Слева. Да, да, да. Ну, если сможешь, то да. Ну, хотя бы один том, первый, второй, какой-то сверху-то. Давай сюда, чтобы люди увидели, как. Вот, смотрите. Это у нас будет том 8. А там мягком переплете, на длинной основе корочки. Вот как книга, 752 страниц. А с 13-го уже тома пойдет твердом переплете. Вот оно как. Жития святых в Осетии Библии. Это я отвечал студентам, допустим, в течение месяца на все вопросы по житиям святых. Иногда до 20 житий приходится. Ну, конечно, там я не с книгами приходил, я должен знать их. Практически на память все жития святых. И вы, когда будете слушать, вы увидите, что, ну, великое дело. Вот мы считаем вопрос. 1038. Давай, Никита, засчитай его. Если дома хранятся книги или журналы со статьями по астрологии и хиромантии, то влияет ли это на духовную жизнь человека? Нужно ли убрать эти журналы из дома? Это мне задавали в университетах, по радио там везде. Дальше я отвечаю. Деяния. А из занимавшихся чародейством, довольно многие, собрав книги свои, сожгли перед всеми и сложили цены их. И оказалось... Цены их. Цены их. Цены их. А у меня нет цены. У них цены нету. Цены, а это цены во множественном числе. Цены. А если нет цены, это родительный падеж единственного числа. Дальше. И оказалось их на 50 тысяч драхмин. Сожгли. Дальше. Келью, в которой находилась еретическая книга, Божья Матерь покинула. Так говорится в житие святых 9 июня Кирилл Александрийский. Ну пускай священники такие вопросы отвечают. А то они меня упрекают, что я же в Библию как баптист. Я по житиям святых буду идти. 15 июня. Иерарим Средонский. Введение ангел бил его плетью за чтение Цицерона, Которого он считал добрым в словесности, а язык Библии грубым. Эти книги не следует даже брать в руки. Но лично мне, как проповеднику, приходится отвечать на многие вопросы, касающиеся этой пакости. Роза Мира, Порфирия Иванова, Агнии Йоги, Доктрина Блаватская. Все это у меня обработано с подчеркиванием и вынесено в сарай. Хотя большую часть их книг я сжег. А почему так? Ну а как же я буду отвечать-то? Я прямо постранично собрались их последователи в университете. Я Агнии Йогу полностью провел. Они приготовились сражаться пришлись. Но ни один даже не вышел. Ни один. Вопрос 1048. Третий том открытым оком. Может ли бесовская сила... Бесовская, бесовская. Бесовская сила, вселяясь в животное, вредит человеку? И как с этим быть? Бешенство собак и диких животных. Это вирусное заболевание. Понимаете, какие вопросы? Ответ. Библия об этом ничего не говорит. Но в житиях святых есть подобные случаи, когда животные были вместилищем бесовской силы. Они могут умерщвлять людей и вредить, являясь в виде собак, чистых, нечистых животных и особенно присмыкающихся. Иногда на их вид принимает демон. Вспомните случай со свиньями в стране Гадаринской. Ну, это из Евангелия уже. По этому вопросу у меня нет никакого опыта личного. Я исхожу только с позиции целесообразности. В житии Аники Великого говорится, что в окрестностях выли собаки. И он их всех перебил, как палкой или чем. Как это выглядело, практически не описано. Собака, она везде воет. Эти мешают отдыхать трудящихся. С чем он их перебил? Какова была реакция хозяев? Или они были бесхозные? Как он мог определить, соединить беснование и вытье, что так свойственно этим животным? Я сам держал собак много. Не знаю. Бешенство, вирусное заболевание, поражение нервной системы и мозга. И лещится оно медицинскими препаратами, а не только молитвами. Потерянное море, стихотворение. В потерянном раю уже... Название видно, да, считаем. Уже впервые дымно-мглою подернут был Эдемский сад. Уже пожелкнувши листвою, усеянь синий был Ефрат. Уж райской не пела птица, над ней орел шумел крылом. И тяжело рычала львица пещеру, загнанную львом. И озирал злой дух с презрением, добычу смерти, пышный мир. Стирая, встает злой дух, он вновь готов, ей сладкой лестью слух лаская, петь о блаженстве грешных снов. Но что уста его сковало? Зачем он пятится назад? Чем эта жертва испугала того, кому не страшен ад? Он ждал, он ждал слезы. Он ждал слезы, улыбки, ра, умоления, робкого стыда. И что ж по чаху нет? Такая непримиримая вражда, такая мощь души без страха, такая ненависть какой, не ждал он от земного праха с его минутной красотой. Грозы, божественные сверкания тех молний, что его с небес неизверны, не без содрогания, в ее очах увидел бес. Считай. И в мглу сокрылся привидением, холодным облаком осел. Змеей в траву прополз шипением, в деревьях бурьи прошумел. Но сила праведного гнева земного рая не спасла. И канула слеза у древа познания добра и зла. Яков Полонский пишет это стихотворение. Вот такое дело. Большие будут стихи дали. Так, еще одну. Третья маловато, до десяти минут набрать надо. Вопрос 1049, третий том открытым оком. Скажите, правда ли то, что домового можно увидеть после того, как на Пасху первым получишь от батюшки пасхальное яйцо. Первым надо подать и первым. И после заутренней прийти домой, положить яйцо и произнести нужное заклинание. И тогда домовой появится материализованный. Ответ. Предположим, что все сработало и домовой отрапортовал. По вашему вызову явился. Что дальше-то? Зачем он вам? Ставить домоуправом? Председателем правкома? Или выдавать паспорт, как полиграф полиграф в собачьем сердце Булгакова? Кто такие домовые это? Это падшие ангелы, демоны, являющиеся в различных образах. А не какие-то другие духовные личности. За одну такую мысль вы уже должны быть наказаны. А за подобное волхвование отлучено от церкви на много лет. Некоторые во время подобных сеансов сошли с ума. От страха или внезапно скончались. Без похитил душу. Вот интересно. Когда Матавилова говорит, посмотреть бы, побороться, как вскрикнул Серафим Саровский, ваше боголюбие, что вы сказали? И потом так и случится. Он в него вползет и он все это испытает. Из Евангелия узнаем, что беснование и луна якобы связаны между собою. Но это Сатана так делает. От Матфея. Сказал, Господи, помилуй сына моего, он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. В действительности же, говорит Иоанн Златоуст, связи никакой нету. Но дьявол приурочивает, чтобы дать мысль, будто это исходит от луны, чтобы мы хулили творение Божие. Что может быть радостнее Пасхи? Тем более, если ты участник торжественного богослужения. Получить яйцо не от кого-то, а от священника. У верующего от одной такой мысли душа уже наполняется радостью, а дьявол это вяжет с течистой силой под видом домового, отвращая тебя от священника. Дальше. И звери пустыни будут встречаться с дикими кошками, и лешие будут перекликаться один с другим. Там будет отдыхать в ночное привидение и находить себе покой. Ну вот и все. Откуда это идет? Можно еще? Нет, все. Теперь мы еще один вопрос поставим. Все, все. Все. По славу Божию. По славу Божию.